Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Видео в сети, особенно на фоне деградации телевизора, бьет все рекорды по просмотру. Наш канал тут не отличается сверх высокими показателями, но это в первую очередь от того, что мы не вкладываем денег в раскрутку. А это, к сожалению, необходимо, если вы хотите поднять свой канал на YouTube. И еще у нас, конечно, узкий сегмент. Хотя мне кажется, что видео эти очень полезны. Мне бы хотелось, чтобы таких каналов становилось больше. А еще мне кажется, что я все-таки делаю качественные скринкасты, ну по крайней мере судя по вашим комментариям. Поэтому сегодня я хочу рассказать, как я делаю свои видео. Вдруг кто-то подходит. Потому что те скринкасты, которые я периодически смотрю на русском языке, к сожалению, не отличаются высоким качеством. Итак, в связи с тем, что я занимаюсь видеопродакшеном, это мой хлеб. У меня, естественно, есть оборудование. Собственно, сделать качественное видео без хорошего оборудования вы не сможете. Я использую Canon 5D Mark III с хорошим объективом, но на первых парах можно обойтись камерой попроще и советским объективом. Далее вам понадобится пара световых приборов. Также на первых парах можно использовать строительные прожектора. Они дешевые, но ставить их лучше, конечно, через зонтик. Еще вам понадобится хромакей, кусок зеленой ткани. Обычно используют именно зеленую, потому что этот цвет реже встречается в естественных предметах. И хорошо бы иметь какой-нибудь внешний аудиорекордер с петличкой. Ну или в крайнем случае просто петличку и подключать ее к камере. Радиопетля тут не нужна, достаточно иметь проводную. Далее я пишу текст. Если кому-то кажется, что все, что я говорю, это экспромт, нет. Все написано заранее. Причем на стендапы, то есть на куски видео, где я есть в кадре, я сразу разбиваю текст на куски, которые проговариваю на разных дублях. Вот так. Потом я снимаю себя на разных крупностях, просто переставляю камеру ближе или дальше, делаю несколько дублей, выбираю лучше и монтирую. О том, как монтировать в DaVinci Resolve у меня, кстати, есть отличная серия скринкастов. Ссылка в описании. Дальше вырезаю зеленый фон, подставляю фоном коллаж, который сделал очень давно. Его бы, кстати, надо поменять, немного анимировать. Если вы не знаете, как вырезать хромакей в DaVinci, пишите в комментариях. Сделаю отдельный скринкаст. DaVinci лучший по кейнгу. И, собственно, стендап готов. Дальше сам скринкаст. Опять же, текст я пишу заранее. Прохожу весь процесс, о котором рассказываю. Записываю параллельно, собственно, сам скринкаст. Скринкаст я пишу на бесплатную программу под названием OCam. Можете использовать любую другую, их много, но это вполне сносное. Пишет 19.20 на 1080. Основные настройки в ней есть. Потом я начитываю текст, вырезаю все ахи, вздохи, запинания. Это, кстати, важно, потому что читать без запинок и хорошо с листа – большое искусство. Обычные люди в паузах громко вздыхают или того хуже чмокают. Вот это все нужно вырезать, потому что скринкаст – это в первую очередь голос. Над голосом, точнее на сценической речи, интонированием тоже надо бы, кстати, поработать. И все. Когда звук готов, остается смонтировать куски записанного заранее скринкаста. Задача эта тоже непростая, потому что, конечно, записанный скринкаст гораздо длиннее, чем записанная подводка, ну, написанный вами текст. Вот, например, длина всех записанных кусков одного из моих скринкастов про Google Optimize. А вот длина текста. То есть дальше мне приходится вырезать и выкидывать все лишнее или ускорять куски по времени и следить, чтобы они попадали в текст. Ну, то есть, чтобы я рассказывал о том, что происходит на экране. И все. Остается только подложить музыку и скринкаст готов. Мне кажется, что это очень просто. Странно при этом, что мы часто встречаем в YouTube на русском то, что встречаем. А вообще у нас отличный российский сегмент. Есть что посмотреть. Да и вообще у нас все хорошо. Все, любите друг друга, смотрите YouTube. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите, нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.